После уборки и небольшого благоустройства в ней стало удобно, как дома. Но вместе с правами собственности на хозяйку свалились обязанности, к которым она не была готова. С наступлением вечера Бэджа простодушно ушла на поиски пищи. Но поиски абсолютно ничего не принесли. По возвращении она заметила, что что-то не так. Она уловила запах соперника, дикобраза. Колючий грызун может доставить медоеду немало неприятностей. Он займет нору и будет защищать ее до последнего вздоха. Бэджа никогда не видела никого подобного, но знает, что захватчик должен уйти. Она проверяет все окна и двери. Как его выгнать? Девятикилограммовый дикобраз вооружен 30 тысячами смертоносных игл. Дикобразы носят на себе шубу из кинжалов. Они не стреляют иглами, а укалывают ими нападающих. Эти львы пытаются перекусить дикобразом. Но обойти эти иглы практически невозможно. Одна львица попробовала и получила иглу в пасть. А правиться ей будет нелегко. У медоеда толстая кожа. Но нападающий дикобраз может попасть иглой в морду или в глаз. Бэджа решила, что дикобраз уйдет только если самой его выгнать. Она делает свой ход. Еще раз обдумывает и повторяет попытку. На этот раз ей удается выгнать дикобраза. Но это только начало. Он может вернуться через другой вход. Она должна выгнать незваного гостя за пределы района. Зловещая тряска иглами – это предупреждение. Как и шорох хвоста гремучей змеи перед укусом. Соконьи полых игл друг от друга создают шум. Соконьи полых игл друг от друга создают шум. Дикобраз наиболее опасен с тыла. Поэтому Бэджа старается зайти под другим углом. Дикобраз «Трим peace» ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ей все удалось. Ее первая победа в битве на диких просторах Калахари. Она отстояла свой дом.